Всем привет! Я Рита Мурадова, это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами поговорим о трендах очков на это лето. Что актуально по правам, по цветам стекол, какие формы актуальны, с чем сочетать можно и так и тому подобное. Все самые приятные сладкие темы. Поэтому если у вас сегодня есть такое расслабленное настроение, я постараюсь его максимально вам поддержать. Если его нет, постараюсь создать. Если вы сейчас завтракаете, обедаете, ужините, пьете кофеечек, приятного аппетита. Будем с вами расслабляться. Это очень мягкая, расслабленная тема. Если она вам интересна, продолжайте смотреть. Первая актуальная оправа в этом сезоне и форма очков это авиаторы. Это, безусловно, тип очков вне времени. Мы, естественно, говорим про солнцезащитные очки. Эта форма подходит не всем, просто потому, что у нее есть некая направленность вниз, пусть и обтекаемая. За счет чего, если у вас достаточно активная массивная челюсть, кстати, как у меня, если у вас активные скулы, это может выглядеть, вот когда вы надеваете очки в авиаторы, лицо может выглядеть немножко таким грузным, таким очень скучным, вы устали и так далее и тому подобное. Поэтому я бы советовала данную форму очков, она всегда немножко разнится, но зачастую я бы ее советовала тем, у кого челюсть, наоборот, более скошенная. То есть девушки с формой лица более вытянутой, овальной, у кого, в принципе, нижняя часть менее массивная. За счет чего визуально этот объем правильно распределяется. А для нас, для всех с массивной челюстью еще будут формы однозначные. Но авиаторы очень интересный тип очков, во-первых, ему уже много-много десятков лет, естественно, изначально он использовался летчиками, авиаторами, очень удобные, невесомые на лице, прекрасно защищают от лучей солнца. И что очень интересно, за счет тонкой дужки, тонкой оправы, они подходят и сочетаются абсолютно со всем гардеробом, более классическим, более спортивным, летним, осенним, зимним. Поэтому я бы сказала, что это вещь не только вне времени, а еще и вне сезона. Следующий тренд в очках это деликатные, тонкие, аккуратные модели разной типы формы, но такие абсолютно невесомые на лице, более женственные, более незаметные. Естественно, здесь мы говорим больше про декоративный эффект, потому что если они совсем малюсенькие, как у Тринити из Матрицы, они не очень защищают ваши глаза от солнца, а я все-таки зачастую в 80% случаев за практические вещи, модные, но практические, которые ты действительно будешь носить и которые будут выполнять свою изначальную функцию. Поэтому я бы такие выделила, как тренд мимоходящий, проходящий, тренд, на котором не стоит фокусироваться. Но если вы хотели давно поэкспериментировать и в вашем очковом гардеробе, не хватало какой-то пары интересных очков, то обратите на данную оправу, на данные очки внимание. Тип оправы, который я безумно люблю, это также оправа вне времени, но, кстати, это та оправа солнцезащитных очков, и не только, которая, в отличие от авиаторов, проходит абсолютно всем формам лица. Это cat eye или кошачий глаз. Они, естественно, всегда очень обтекаемые, потом вытягиваются в зону конца глаза по бокам, это в зону висков, соответственно, подтягивают немножко лицо вверх, и прекрасно подойдут к девушкам с моей формой лица, более прямоугольной, точно так же и девушкам с овальной формой лица. Очень заигрывающе и нежно выглядят, может быть, оправа кошачьих глаз, может быть, оправа какая-то черепашья, может быть, нейтральная, цветная, яркая, какая угодно. Но самое главное и самое интересное, это то, что ты в итоге получаешь кокетливый, заманчивый, лаконичный, но все-таки минималистичный лук, и эта форма, которая всем подходит, плюс размер ее помогает нормально защитить от солнца. И эта оправа вообще в первую очередь родом из 40-х, переход в 50-е, когда она впервые настолько часто начала использоваться. И если вы, кстати, я не знаю, смотрели ли вы или нет, но есть такой ролик, значит, он циркулирует сейчас в Инстаграме, в том числе в различных аккаунтах, которые занимаются поисками видео и фото, и винтажных, модных. Есть видео, в котором показывают какие-то очень дивные формы оправ солнцезащитных, и девушки где-то, по-моему, из 60-х, 50-х их примеряют на себя. И мне кажется, что именно 50-е и потом 60-е, это был рассвет различных солнцезащитных очков, фантазийных, сумасшедших. Если вы не смотрели этот ролик, очень советую посмотреть. Массивная оправа все еще очень актуальна, она, в принципе, из моды никогда не выходила. Это прекрасный способ закрыть половину лица, если у вас такое настроение. Замечательный способ защитить лицо на пляже. Прекрасно работает с более крупными чертами лица, в отличие от мелких. Замечательно дополняет более минималистичные наряды. Или в целом может служить стейтментом в вашем образе. Массивная оправа подходит абсолютно всем. Тут уже мы говорим про тип оправы, а не про форму, поэтому каждый для себя может выбрать что-то более геометричное или что-то более овально, круглое, аптекальное. Футуристичные модели, по типу, кстати, того ролика, про который я говорила, винтажного, они безумно актуальны. Футуристичные модели в данном случае, если в 50-х футуристичными моделями называли какие-то бабочки, цветочки, что-то очень нетипичное, то сейчас футуристичные модели это действительно очки, которые похожи на очки велосипедистов, очки гонщиков, очки, которые бы носили в 2100 году, что-то такое очень лаконичное, обтекаемое, понятное, с переливающимся металлическим финишем. Вот такие очки безумно актуальны, причем в сочетании с совершенно кэжуальными вещами они еще более интересно смотрятся. Прямоугольная оправа, причем может быть достаточно тонкая или более объемная, как на показе Miu Miu. Это один из трендов этого сезона. Девушкам с более плавными, обтекаемыми формами лица я бы ее очень советовала. А вот тем, у кого более угловатая форма лица, более геометричные, например, такие, как у меня, нужно очень осторожно выбирать соизмеримость самой оправы к чертам лица, к челюстям, к скулам, к глазам, губам, для того, чтобы не утрировать их, на фоне этой оправы не визуально увеличить их, а наоборот все сбалансировать. Также безумно актуальны модели, которые украшены различными декоративными деталями. Цепи, цветочки, бабочки, горошинки, кристаллики, все, что вы можете себе представить, лого. Чем больше, тем лучше. И что очень классно конкретно в очках солнцезащитных, вот таких активных, это то, что если в какой-то момент ты немножко присыщаешься такой активностью, это очки, ты их снимаешь, ты ничего не теряешь в образе. Это не нужно снимать брюки или топ. И за счет этих очков резко повышается совершенность наряда. И мне кажется, что как никогда именно в летнем сезоне хочется добавить какой-то яркости. Я, если честно, уже немножко устала от бежево-коричнево-белых инстаграмных профилей, от однобоких, одинаковых вещей, тех же нейтральных бежево-коричнево-серых. Хочется яркости, особенно летом, мне кажется, что очки прекрасный способ ее добавить. И еще один гиперактивный классный тренд, родом в первую очередь из 60-х, я бы сказала, это достаточно массивная или не очень массивная, но цветная оправа и в тон ей стекла. Фиолетовые, желтые, зеленые. Конечно, это не самый практичный способ защиты глаз от солнца. Я бы сказала, что это больше декоративный элемент, чем действительно полноценные солнцезащитные очки, потому что все-таки, насколько я знаю, есть определенный тип затемнения стекол и цвета этого затемнения, который лучше работает для защиты глаз от ультрафиолета. Все остальные варианты это просто такие декоративные варианты. Поэтому такой момент я бы рассматривала только если ваш очковой гардероб полон, если вам хочется чего-то добавить яркого для съемки, для прогулки. Но как основной элемент среди вашего набора я бы выбирала что-то вне времени, что-то, что действительно защищает от солнца и одновременно прекрасно смотрится с вашим гардеробом, как, например, очки Cat Eye. Пишите в комментариях внизу, какая ваша любимая оправа на это лето. И в целом ставьте пальцы вверх, если вам понравилось это видео. На сегодня это все. Люблю, целую. Ваша Рита. Редактор субтитров А.Семкин